МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые поселения иберийских племен, говоривших на древнем арагонском диалекте, появились в долине реки Эбра задолго до новой эры, и перед ней служили им защитой от чужеземных завоевателей. Во времена иберов на месте Сарагосы существовало небольшое поселение под названием Салдуба. История происхождения города уходит к кельтеберийскому поселению, которое находилось здесь еще во II веке до н.э. Начиналось все в 20-х-10-х годах до Рождества Христова, когда на месте кельтского поселения Салдуба римляне основали колонию Цезаро-Аугуста, в которой проживало 25 тысяч жителей. С VII века Сарагосы принадлежало Кордовскому халифату и служило мавританским форпостом в борьбе против христианских королев Северной Испании. После распада халифата она стала центром самостоятельного мусульманского государства. Впоследствии была завоевана Альфонсо I, королем Арагона и Навары, став процветающей столицей его королевства. Все арабы, населявшие город, должны были быть выселены в принудительном порядке. С приходом сюда римских войск под предводительством императора Августа в 27 году до н.э. военный лагерь карфагенян превратился в колонию Цезаро-Аугуста в составе провинции Римской империи Ближней Испании. Эта колония стала одним из самых процветающих городов Иберии. До сих пор в Сарагоси можно видеть сохранившиеся фрагменты крепостных стен римской эпохи. Первые следы христианства в Сарагоси относятся к 4 веку. Однако существует предание, что около 40-го года в Сарагоси побывал и проповедовал слово Христова апостол Иаков. В 5 веке город был завоеван вестготами. В 716 году город был взят арабами под предводительством Мусы ибн Нусаира и получил название Мединат Сарагуста. При Маврах город соперничал по красоте и богатству с Кордовой, Толедой и Меридой. По свидетельствам путешественников тех времен, в период арабского правления город окружали крепостные стены, сооруженные из белого камня, и его называли белокаменным или белым городом. Несколько позже город стал частью Кордовского халифата и превратился в самый большой арабский город в северной части Испании. После падения Кордовского халифата на его территории образовалось множество самостоятельных арабских государств – Тайф. С 1018 по 1118 годы Сарагоса являлась одной из таких Тайф. В 1118 году во времена реконкисты король Альфонсо I Арагонский изгнал мавров из Сарагосы. И с той поры, то есть с начала XII века и до конца XV, Сарагоса была резиденцией арагонских королей и столицей могущественного королевства Арагон, владения которого простирались до Сицилии, а также являлась одним из наиболее экономически развитых городов Арагона. Особого развития здесь достигло текстильное производство. В 1469 году Фердинанд II Арагонский вступил в брак с Изабеллой, королевой Кастилией и Леона. Так были объединены земли Испании, столицей которой стал Мадрид. А Сарагоса потеряла все свои права и привилегии. В 1542 году в Сарагосе был основан университет, в котором сейчас обучается около 40 тысяч студентов. Он входит в список лучших государственных университетов Европы. Во время наполеоновских войн Сарагоса прославилась на всю Европу своим мужественным сопротивлением французским войскам. С тех пор Сарагоса получила титул «Всегда героическая», а ее военное знамя украсило почетную награду испанских королей. Во второй половине XX века в Сарагосе наблюдался демографический подъем, главной причиной которого было строительство некоторых фабрик и заводов. История Сарагоса крепко связана с легендой появления христианства в Испании. По преданию, Дева Мария явилась перед апостолом Иаковом, стоя на мраморной колонне, и повелела построить на этом месте храм. Видение исчезло, а столб остался. Тут и была возведена базилика Нуэстро Синьора Дель Пилар. Этот столб стал символом единения земли и неба. С тех пор каждый год 12 октября в Сарагосе, как и по всей Испании, отмечается праздник «Лас Фиестас Дель Пилар». А так как эта дата в 1492 году совпала с Днем Открытия Америки, ежегодно 12 октября празднуется День Испании, или как его еще называют, День Колумба. Имеются сведения, что когда-то Сарагоса была окружена стенами из белого мрамора, поэтому ее называли Белым Городом. В настоящее время в Сарагосе преобладают розовый и красный цвета. Кирпичи именно такого цвета использовались в мавританской архитектуре. Все и сразу можно увидеть на площади Дель Пилар. Тут резиденции 15 века и остатки древних римских стен, окружавших город, базилики и соборы 15-16 веков, а фонтаны и арки прекрасно дополняют картину. Самое яркое место в Сарагосе – это, конечно же, площадь Пилар. Но чтобы ничего не перепутать, шагаю до следующей площади – Цесарь Августа. Говорят еще и Цезарь Августа. Названа она так потому, что на ней сохранились фрагменты настоящей римской крепостной стены. А рядом расположена одна из сохранившихся сторожевых башен – церковь и колокольня. Она, как и Пизанская башня в Италии, падает. Наклон очень хорошо заметен. Затем я снова возвращаюсь к главному символу Сарагосы – 11-купольной базилики Нуэстро Синьора Дель Пилар. Это храм, который стоит на втором месте по посещаемости в Испании. А Дева Мария Пилар является покровительницей всей страны. Снимать в храме категорически запрещено, поэтому мне пришлось сделать несколько кадров прямо от входа. Если перейти через дорогу, то можно оказаться в главном храме Сарагосы – соборе Сан-Сальвадор. Когда-то арабы на месте римского форума возвели здесь мечеть, но христиане, вернув себе свои земли, переделали мечеть снова в христианский храм. А вот отделка от мечети осталась. Чего-то только не понамешано. Поскольку церковь строили с 12 по 17 века, то здесь и элементы романского, готического, мавританского стиля, а также стиля барокко. В отделке башни исламские мотивы сочетаются с элементами готики. И смотрится это очень интересно. Для того, чтобы просто увидеть, полностью рассмотреть и зафиксировать на фото и видео все эти шедевры, я посчитал нужным отправиться на другой берег реки. Оттуда все очень хорошо видно. А вместе с ними хорошо можно рассмотреть и прогуляться по старинному мосту Де Пьедро. Вот это мост. Вот это строили. По нему до сих пор ходит общественный транспорт, такси и автобусы. Затем я немного углубился в кварталы Сарагосы. Мое внимание привлекла башня церкви Санта Марии Магдалены. Она тоже имеет, по всей видимости, мусульманские корни. А затем я шагал по улицам Сарагосы и поражался контрастом. Вот фрагмент старинного испанского города. А вот элементы современного американского мекополиса. А там небольшой островок арабской архитектуры. Посетил по дороге еще парочку храмов, где без проблем дали возможность поснимать внутреннее убранство. А вот и особо интересное сооружение. Рядом с одной из церквей высится огромный купол из пластика. А под ним расположены руины римского театра. Это останки от постройки римской колонии Цезаря Агуста. Хорошо просматриваются трибуны римского амфитеатра. А также многочисленные лоджии и подсобные помещения. Размеры, правда, не особо впечатляют. Но сам факт того, что это римский амфитеатр, стоит того, чтобы на него обратить внимание и потратить некоторое время. И еще одно очень интересное место в Сарагосе. Замок или дворец Альхаферия. Он не показался мне слишком интересным. Наверное, входной билет в 5 евро недорого. Но ничего интересного там увидеть я не планировал. Поэтому ограничился внешним осмотром. Это типичный дворец в мавританском стиле с многочисленными внутренними двориками и резным орнаментом на стенах. О нем неизвестно, что это единственный сохранившийся на территории Сарагосы подлинный памятник эпохи арабского владычества. В 11 веке его возвели для халифа. А спустя два века перестроили для христианских королей. Королевская чета Фердинанд и Изабелла сделали Альхаферию своей резиденцией в 1490 году. А святая инквизиция на период с 15 по 17 века прибрала его к своим рукам. Сейчас здесь вместе с музеем расположился и парламент провинции Арагон. В Сарагосе каждая из культур – римская, христианская, арабская и еврейская, некогда царившие в городе, внесли свою лепту в создание, развитие и становление города таким, каким он сегодня предстает перед нами. Сарагоса – это город великого Гои. Здесь он родился и здесь создавал свои шедевры. Гои известен как один из лучших испанских художников. Возможно, что многие идеи его холстов, созданные типажи, были навеяны прогулками по любимому городу. А благодарные потомки на центральной площади его родного города поставили ему памятник. Субтитры создавал DimaTorzok